Вооружение, аналогов которому действительно нет. Самое современное, самое передовое и просто самое-самое во всем по версии российской пропаганды. Bloomberg сообщает, что продажа российского оружия в Индию остановилась из-за риска попасть в санкционные списки, но эксперты добавляют, что торговля ухудшается в том числе и из-за того, что российский ВПК показал свою технику в реальных боевых действиях. С 2018 по 2022 год Россия была одним из лидеров по мировому экспорту оружия. На нее приходилось 16% всего рынка, и она занимала почетное второе место сразу же после США. Это разные типы оружия, это как и те, которые остались с советских времен. То есть то, что распродавалось со складов бывшей советской армии, но также это и то, что ремонтировалось, модернизировалось и продавалось непосредственно после того, как производилось на территории России. Это преимущественно средства противовоздушной обороны, танки, бронемашины, это также авиация, вертолеты, средства, которые касаются военно-морских сил. Но война многое поменяла. Теперь другие страны сомневаются в качестве российского вооружения, сомневаются в том, что она в принципе способна обеспечить стабильные поставки. Импортеры и страны-покупатели уже не уверены в том, насколько Россия может быть стабильным партнером на фоне того, что идет война. Очень много российской техники пошло непосредственно на использование войны против Украины. Но главный сегодняшний вопрос – как платить за вооружение? К примеру, Индия боится оплачивать поставки долларами, потому что не хочет попасть под вторичные санкции. То есть фактически даже те немногие товары, которые Россия еще может предложить для продажи, не могут оплатить другие страны. Причем это касается как долларов, так и евро. А рупии, которыми Индия готова оплачивать, Путин принимать не хочет. Из-за этого возникает типичное для современной России противоречие. В стране вроде бы как идет дедоларизация. У нас идет известный неизбежный процесс дедоларизации. Но торговать Путин хочет именно в долларах. Из-за этого Россия теряет рынки сбыта. Люди либо не хотят платить, либо не могут из-за сопутствующих рисков. Она теряет рынки, поэтому будет терять прибыль, поэтому кризис в российском ВПК просто неизбежен при нынешних условиях. Ну а место России будут занимать другие страны, как сейчас Южная Корея, другие европейские производители, западные компании, также Турция и другие страны. Сергей Чемезов, глава Ростеха, в прошлом году заключил контракты на поставку вооружения на 1 триллион рублей. Только как исполнить подобные контракты в условиях беспрецедентных санкций, никто не знает. После масштабных санкций, которые только увеличиваются, введенных с Западом, учитывая то, что российский ВПК был чрезвычайно интегрирован в цепочку поставок различных крупных компаний, как Азии, так и Запада, после санкций, конечно же, такая возможность, она пропадает. В итоге, рано или поздно, по мнению эксперта, это приведет к тому, что большая часть мира, в принципе, перестанет торговать с Россией, а те единицы, которые еще будут согласны, сами начнут диктовать условия и назначать цену, которую пожелают. Желания россиян никого волновать не будут. Процесс выпиливания России из мировой экономики идет полным ходом, где долларизация наступает, только не потому, что Путин принял такое решение, а потому, что ему запретили пользоваться долларами. Пока не закончится война, пока Россия не признает вину и не начнется процесс выплаты репараций, ограничения никто не снимет. И чем дольше длятся боевые действия, тем хуже Россия делает самой себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова